Добро пожаловать в игру Zoochuzzi Сегодня мы начнем проходить эту замечательную, потрясающую, долгожданную игру Прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы ты поставил внизу свою закорючку Сейчас поставлю, которую мы так давно ждали Но прежде всего я хочу, конечно же, пожелать всем приятного аппетита, приятного просмотра Очень-очень-очень давно мы все эту игру ждали Трейлеры смотрели, тизеры, вот это все Интересно, что из этого всего получится Вкратце давайте сейчас как-нибудь тут расскажу про, что эта игра сама по себе, что она из себя представляет Это игра про то, как мы устраиваемся смотрителем ночного зоопарка Ну, точнее, ночным смотрителем зоопарка Зоопарка Pine Valley Вот тут вот как раз-таки написано договор, а не распространение информации для ночного смотрителя Сейчас мы этот договор, естественно, прочитаем У нас тут вот нажмите, чтобы подписаться В общем, тут мы следим, как бы за животными берем Там у них анализы, кормим их, поим их, вот это вот все, наблюдаем Но происходит какая-то дичь Постепенно игра начинает развиваться Парень, не тянет, не, 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 ждут дела поважнее Подожди, 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 сейчас я договорю и потом сразу же начнем Мы тут следим за этими самыми животными И постепенно начинает происходить какая-то дичь Я, честно скажу, я не смотрел ничего в интернете Никаких непрохождений, ничего не знаю вообще, как эту игру проходить Там не на идеальную Вот, сегодня, собственно, мы начнем Надеюсь, что сильно тупить не буду Надеюсь, что там как-то более-менее пойдет Может быть, сегодня и закончим Шутка, конечно же, вряд ли мы сегодня закончим Все-таки игра у нас длинная И, собственно, ну, проходить ее надо как-то там Не знаю, сколько серии это займет Ну, в общем, тут, насколько я понимаю То есть, животные будут мутировать Они будут превращаться в каких-то там чертей непонятных Что-то там с ними будет происходить И, в общем, мы должны будем их спасти и спастись самим То есть, спасти и себя, и животных Ну, а как можно животных не спасти? Правильно, это же животные как бы Обязанность человека, я считаю, да? В принципе, обязанность любого Уважающего... Здравствуйте, вы позвонили в Центр Экстренной Помощи Чем я могу помочь вам? Да ничем Я уже год не могу найти работу Год Мой дом забрали Денег нет Жизни нет Моя семья Сука Не совсем маг, поэтому можно озвучить Я просто не могу смотреть им в глаза Лили Джина Они такие, Лили, жена Джина, это прямая дочь А я... Я просто тупой неудачник Черт, откуда у тебя это? Остынь, Пол Не стоит ломать нос человеку, который готов решить твои проблемы Все проблемы, Пол И с домом, и с деньгами, и даже с дорогостоящим лечением для маленькой Джины Ну что, ты уже подпишешь этот гребаный договор? Так, подожди, мужик Что-то он тут немножко нагоняет Да, я сначала тут введу в курс дела зрителей Сейчас, конечно же, все я подпишу без проблем Типа две секунды Сейчас, да, я договорю Я еще и контракт, ну, типа, прочитаю Вот Любую обязанность любого уважающего себе, мне кажется, человека Это заботиться и уважать тех, кто слабее тебя Потому что если ты это не делаешь Если ты, наоборот, там издеваешься, то ты плохой человек Вот, поэтому, естественно, наша обязанность будет спасти по-любому всех этих животных Ни одного не дать в обиду Что бы с ними ни случилось, именно вылечить их Я надеюсь, тут это возможно Ну, по крайней мере, по описанию Судя по описанию, как будто бы, в принципе, возможно То есть они там заражаются, они во что-то превращаются Но мы можем не просто там их кокнуть А типа, ну, в общем, спасти Вот, ладно Договор о нераспространении информации для ночного смотрителя зоопарка Да не тяну, не тяну, все-все-все, все, сейчас Две секунды осталось Определение конфиденциальной информации Любая информация, полученная смотрителем в ходе его работы Считается конфиденциальной Учли, то есть все, что мы будем на посту, так сказать, нашим узнавать Получать всю информацию, все, что мы будем видеть Это сразу автоматически относится в пункт конфиденциальной информации Дальше, обязательство нераспространения информации Смотритель обязуется не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам Во время и после окончания трудовых отношений Ограничение обязательств В случае травмы или гибели смотрителя при выполнении трудовых обязанностей Работодатель не несет ответственности перед его родственниками Или другими законными представителями Такое уже Срок действия договора Действует с момента подписания и считается бессрочным Имба, типа, даже с гроба достанут, если что Если вдруг ты там на том свете нарушишь договор Ну, блин Такое, конечно, но что поделать Ну, как бы вот, а как нынче? Работу все-таки надо искать Разрешение споров Да, под... Сейчас, сейчас, сейчас Пиши уже этот гребаный контракт и дело с концом Разрешение споров Смотритель или его законные представители соглашаются не обращаться в полицию Или иные правоохранительные органы в отношении смерти, травмы или других событий, возникших во время работы в зоопарке Пайн Велли Любые споры разрешаются переговорами до обращения в суд Тут уже как-то что-то попахивает жареным Чувствуете, как будто вот курочка Ладно Прочие условия Любые изменения договора требуют письменного согласия обеих сторон Переговоры будут вестись непосредственно между администрацией зоопарка Пайн Велли и ночным смотрителем зоопарка Сторонние партнеры привлекаться не будут То есть адвоката даже нельзя будет, если что Оливер Мецгер Кстати, а с нами же сейчас не Оливер Или с нами Оливер сейчас С нами какой-то док, да, разговаривать сейчас же Хм, это он Оливер или это не он Оливер Просто важное такое уточнение тоже Вот это вот самый какой-то опасный чел Оливер Или вы же вот этот вот чувак, который с нами сейчас сидит и разговаривает Самый опасный, самый главный Мое терпение имеет предел Да-да-да-да-да Я понимаю, 6-го, 9-го, 1991-го Кстати, подожди А действие происходит-то в США Ну Пайн Велли, судя по названию, как будто бы в США Там любят такие названия, да? Типа Пайн Велли, Велли Хиллс Какие-то Пайн Хиллс Короче, вот это все Просто если в США, то там же у них немного наоборот пишется У них месяц в начале, а потом уже число Потом уже число, дата месяца Вот, то есть получается будет 6-го Получается будет 9-го июня Правильно же? 5-й, май, это да Июня, 9-го июня Либо 6-го сентября Подожди Но в менюшке там было написано 9-го, кажется, сентября Или что-то такое Да, и кстати говоря, здесь Ой, не в ту сторону Вот, Пол Конноли Нажмите здесь, чтобы подписаться Тут еще запятая стоит Ну что ж, я реально В предвкушении прям Жду не дождусь, что нас ждет Наверняка какое-то потрясающее прекрасное приключение Наверняка что-то очень интересное Сейчас распишемся Извини, приятель, но похоже, ты такой тормоз Что годишься только на мясо Это наш главный герой? А все? Ну что ж Спасибо всем большое за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Пишите комментарии Счастья, здоровья, любви, удачи, денег Если хотите видеть какие-то другие подобные игры на канале Обязательно пишите Всем всего хорошего Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok